Добрый день! На обзоре портативная игровая консоль Retro Genesis 4000. Посмотрим, что она из себя представляет. Давайте сначала посмотрим на коробку, в которой она поставляется. Так выглядит у нас коробка. Достаточно красиво, в стиле предыдущих версий. Сверху изображение. Здесь у нас по бокам, соответственно, описание входов, которые есть на нижней части консоли. Здесь описание того, что есть на верхней части консоли. Питание, Type-C, вход, выход на mini HDMI, выход на наушники, качельки громкости и шифты. Две пары шифтов. Потрясающе! Тут у нас ничего нет. Посмотрим, что у нас было. Я в нее уже чуть поиграл, поизучал. Точнее, изначально я хотел делать видео сравнение с вот этой потрясающей консолью. Ой, я держу ее вверх ногами. Вот так вот. Но видео получалось очень большим. Были некоторые технические неполадки с видео, когда я уже записал. Поэтому я записываю сейчас отдельно. Тоже будет очень интересно. В общем, в таком виде у нас приходит консоль. Она лежит здесь сверху. Здесь у нас инструкция. В таком пакетике она лежала. У нее было уже изначально приклеено не стекло, а пленка защитная. Но я ее снял. У нас чуть стекло заляпанное. Давайте я протру, чтобы нам потом было лучше видно. Вот так вот от каких-то отпечатков. Но, честно говоря, протирается как-то не очень хорошо. Ну, не знаю. Нормально. Так, в общем, в комплекте Type-C USB на Type-C. И, что интересно, переходничок с mini HDMI на HDMI. Вот. Также посмотрим, что у нас в инструкции сказано. Благо, я уже попользовался консолью. То есть, я не как в лайв-варианте. Я могу уже побыстрее что-то описать. Какие-то характеристики и так далее. Какие-то вещи в меню и так далее. Так выглядит инструкция. Ну, здесь все на русском. Цветная. Мне не нравится личная инструкция на таком большом листе. Не очень удобно. Здесь список поддерживаемых эмуляторов. 10 штук. Capcom, NES и так далее. То есть, самое здесь серьезное. Это GBA и PlayStation 1. С другой стороны, инструкция у нас все то же самое. Тоже на русском. Поэтому, я не знаю, почему так сделано. В общем, такая у нас инструкция. Окей. Отложим в сторону. Посмотрим на саму консоль. Сейчас она тут горит лампочка. Она в режиме, скажем так, ожидания. В спящем режиме. То есть, нажать на кнопку и я уже что-то запустил сейчас. Ну, ладно. Сейчас выйдем здесь. На эту кнопку. Здесь, значит, обычное управление на это вперед, это назад. Я могу путать, потому что в консоли экран Берли, который показывал наоборот. Вот. Давайте посмотрим пока по внешнему виду консоли. Здесь широкоформатный экран. Я думаю, это IPS. Ну, вот здесь даже написано IPS. Я думаю, это относится как раз к экрану. Ну, это точно не OLED. То есть, это IPS. Ну, посмотрим потом углы обзора. Ну, такие, в принципе, более-менее нормальные экраны. Я не могу ничего плохого сказать. Не сказать, что яркие, но опять же, увидим. Здесь у нас входы под геймпады. Обычный USB-A. Здесь у нас карточка памяти на 32 гигабайта была в комплекте. И дырочка для ресета. Можно нажать чем-то типа скрепки от мобильного телефона. Крестик. Приятное нажатие. Не очень большой ход, но достаточно хорошеньких проблем. Аналоговый стик. Не скажу, что вообще он аналоговый. Пока здесь непонятно. Без функции нажатия. Скорее всего, стик просто повторяет функции диппэд. То есть, непонятно. Вряд ли он действительно обладает функциями аналогового. Скорее всего, здесь просто восемь таких направлений и все. И он, к тому же, в играх, допустим, для PS1 просто повторяет диппэд, а не отдельный, как это возможно там бывает. Я не помню, может ли там такое быть, чтобы стик делал что-то одно, а крестовина другое. Не факт, но, скорее всего, это где-то есть. Ну, ладно. Есть стик и есть. Окей. Кнопка меню, старт, селик. Эти кнопки у нас пластиковые, не щелчковые, такие с резинкой. Эти кнопки тоже не щелчковые, обычные, с резинкой. Здесь у нас щелчковые шифты, что одна пара, что вторая. Я что-то нажал, смотрите. А, да, кстати, здесь интересное такое явление, что да, когда мы делаем, ну, блокировку экрана, у нас игра продолжает идти. В общем, это очень странно, это, естественно, безумная ситуация, этого не должно быть. Поэтому пока что мы выйдем. Я заряжал, кстати, до четырех, уже три. Как-то, кстати, по зарядке она заряжается не от каждого адаптера. То есть, я пробовал от адаптера 67 ватт, и она не заряжалась. То есть, она у меня села до двух палочек, и так и оставалась. То есть, было показано, что зарядка идет, но так два, две палки остались. Хотя прошло там где-то час-полтора. Потом я переткнул кабель в другой адаптер, более слабый, и вроде бы она зарядилась до трех, даже до четырех. То есть, не совсем понятной ситуации. Казалось бы, она должна заряжаться от всего. Но это было, то есть, это вот только что было, действительно. Давайте посмотрим, что у нас еще здесь есть. Качелька громкости, выход на наушники, выход на HDMI, зарядка, кнопка выключения. Тут с этих сторон ничего нет. Сзади у нас такая вот Model 4000. Аккумулятор 3000 мАч. Все по-русски написано, прикольно. Шурупчики такие, обычные, крестовые здесь. Но по качеству материала я бы сказал, что не очень приятное качество. Вот опять я заляпал здесь. Я бы сказал, что качество материалов такое среднее, скажем так, не изменение. Ну, вообще не вызывающее никакого удивления, восхищения. Самый обычный китайский пластик такой. Ну, нормально сделал. Как бы щелей таких откровенных, их-то нет. Ну, более-менее нормально. Но мы увидим все по качеству именно игры. Посмотрим. Давайте сейчас отключу свет. Здесь, по крайней мере, вот этот свет. Чтобы у нас не было бликов. Ну что ж, нашел положение более-менее без блика. Не хочу полностью выключать свет, потому что будет тоже качество картинки не очень аутентичное, скажем так. Хоть, чтобы свет был, но просто не было блика. Посмотрим, что мы вообще имеем в этой консоли. Мы имеем вот такие вот разделы. Консоль, игры, последняя, избранная и проводник. В проводнике у нас игры, понятно, музыка. Ничего нет, фото, какие-то демо-фото. Это понятно, директории видео. Ладно, выходим из этого раздела. Что нас, во-первых, интересует? Это громкость и яркость, допустим, экрана. Громкость у нас на эти кнопки делается. Вот у нас. Давай, сейчас я сделал максимальную громкость. Вот у нас 40. Максимальная громкость. Яркость у нас только можно настроить, когда мы входим уже либо во все игры, это список всех игр, на кнопку X, либо когда мы входим в определенную консоль, то же самое, на кнопку X. У нас настройки, язык и вот она яркость подсветки. Сейчас добавить самый неяркий и так далее, и так далее. Вот такая яркость экрана. Здесь таймер подсветки, громкость, ну и так далее. Ничего интересного здесь нет. Ну вот. Также, значит, мы видим эти же 10 консолей, 10 эмуляторов. Здесь, как я уже говорил, список всех игр. 984 страницы. Ну, не будем их все смотреть. Последние игры, избранные. Чтобы сделать избранную, нужно нажать на select. Например, если мы где-то в какой-то консоли заходим, допустим PS1 и на select в коллекцию. Бац, у нас сердечко и она будет в избранном. Вот так. Так, что у нас еще? Значит, ну по настройкам, в принципе, это все. В режиме, уже когда мы вошли в игру, можно настроить управление. Но управление можно настроить только для каждой игры, насколько я понял. Только для каждой игры. То есть, постоянно нужно перенастраивать. Ну, давайте все, поехали. Смотрим. А, да. Еще, кстати, надо будет проверить вот эти геймпады. Но это чуть позже. Смотрим NES. Во-первых, сколько ее? 240 страниц. Здесь очень много игр. Я не буду сейчас показывать все эти игры. Это очень долго. Я имею ввиду даже листать все эти игры. Я не буду. Когда мы входим. Кстати, это у нас сбрасывается, да, наше положение. Где мы были, соответственно. И давайте посмотрим какие-то игры. Adventure Island. Так, ну вот у нас такая громкость сейчас. Достаточно громко. Я делаю потише. Делаю потише. И посмотрим, что мы видим в меню. В меню у нас есть. Перезапустить. Возврат. Сохранить. Загрузить. Это все работает. Я проверял вроде бы. Настройки. Выход в меню. Окей. Настройки. Какие есть? Вывод звука. Либо есть, либо нет. Сброс. Кстати, видимо сброс раскладки. Или сброс обоих этих пунктов. Но нас интересует раскладка кнопок. Давайте посмотрим. В общем то, что левый столбец. Это кнопки, соответственно, консоли. А правый столбец. Это кнопки, ну, настоящей консоли. Которая эмулируется. Соответственно, надеюсь. Я хочу, допустим, настроить в таком виде. Чтобы было. А. Б. Турбо. Турбо. Б. Давайте посмотрим. Значит. А. У нас. А. Б. У нас. Икс. Да. Соответственно. Значит. У нас. А. Попустим. Вот так. Я не уверен. Опять же. Здесь надо нажать. Save. Change. И. Посмотрим. Я не уверен. Насчет турбокнопок. Что это правильно. А. Кстати. Очень важно тоже. Что. Значит. Здесь. Нельзя изменить никак. Разрешение. Не разрешение. Да. Пропорции экрана. То есть. Всегда будет. Такой. Растянутый. Экран. К сожалению. Вот. Ну. Посмотрим. Как. У нас. Кнопки. Во-первых. Сделались. Вот. У нас. Значит. Stick. Да. Копирует. Пока. Что. Здесь. Правильно. Здесь. Да. Ускорение. Есть. А. Вот. Здесь. Здесь. Неправильно. Значит. Попробуем. Изменить. Это. Меню. Настройки. Раскладка. Кнопок. Опять же. Здесь. Нужно. Переназначать. Б. У нас. Икс. Значит. Здесь. У нас. Было. Что. Икс. Это. Игрик. А. Игрик. Это. Б. Допустим. Safe. Change. И. Возврат в игру. Попробуем. Сейчас. Что. Будет. Да. Это. Правильно. Это. Правильно. А. Б. Турбо. Турбо. Б. Вот. Я вот. Хочу. Такую. Раскладку. Ну. Что. Играется. Как-то. Играется. Не сказать. Что. Что-то. Плохое. Но. Растянут. Экран. Вроде. Играется. Достаточно. Плавно. По экрану. Давайте посмотрим. Ну. Не знаю. Углы обзора. Более-менее нормальные. Экраны. Я не могу. Ничего плохого. По нему сказать. Ну. Не знаю. По NES. Надеюсь. Что еще можно сказать. Ну. Только то. Что. Соответственно. Только то. Что. Нужно. Для каждой игры. Настраивать. Это. Управление. Давайте. Какую-то. Я не знаю. Ну. Туже. Давайте. Adventure Island 2. Допустим. Да. И мы увидим. Что. Управление. Нужно. Настраивать. Заново. Что. Мы видим. Здесь. А. Здесь прыжок. А. Вот. Тут. Уже. Неправильно. Да. То есть. Настройки. Раскладка. Здесь. Опять же. Значит. B. Это. X. X. Y. Это. B. Save. То есть. Непонятно. По поводу. Игр. Да. То есть. Вот. Сейчас. Правильно. A. Turbo. A. B. Turbo. Видимо. Ну. Вот. Так. Как-то. Ну. Давайте. Нам. Чтобы. Посмотреть. Как тут. Я не знаю. Производительность. Давайте. Контур. Может. Запустим. И все. На NES. Запустим. Контур. Не буду. Я показывать. Список. Игры. Здесь. Полный. Все. Игры. Какие только. Могут быть. Присутствуют. Запускаем. Контур. Опять. Здесь. Здесь. У нас. Здесь. Я. Возможно. Уже. Настраивал. Кнопки. Поэтому. Просто. Поиграем. Чисто. Посмотреть. Как. Идет. Плавно. Идет. Нет. Нареканий. Управляется. Все. Хорошо. Не смог. Перепрыгнуть. Мост. Почему-то. Ну. Ладно. Не будем кратить. На это время. По NES. Все. понятно. Единственное. Что интересно. Можно подключить. Геймпад. Попробуем. Этого. Я еще. Не пробовал. Делать. Давайте. Допустим. Есть. Такой. Геймпад. Его. Это. Блютуз. Геймпад. Но. Его можно. Подключить. По. Проводу. Сейчас. Попробуем. Подключаем. Так. Ну. Естественно. Никакого. Bluetooth. И Wi-Fi. Нет. Только. Только. Так. Ну. Вот. Допустим. подключил. Что мы увидим. Ничего. Да. Точно. Подключил. Так. Ну-ка. Вроде. Да. До конца. Здесь. Не управляется. Да. У нас. Смотрим. Здесь. Во-первых. Тут. Значит. Не горит. Ну. Не знаю. Давайте. Опять. В какой-то игре. Попробуем. Что. У нас. Будет. подключить. Надо было. Во-второй. Подключать. Хотя. Не знаю. Может быть. Это работает. Только. В режиме. Подключение. Тоже. Странно. Нет. Нет. Ничего. Не работает. Здесь. По крайней мере. С этим. Геймпадом. Я. Не знаю. Давайте. Попробуем. Второй. Порт. Включить. Давайте. Попробуем. Второй. Порт. Его. Попробуем. Второй. Вставить. Как-то. Не до конца. Вставляется. Непонятно. Последнее. Смотрим. Весь. Контр. И. Два игрока. Выберем. Вот. Так. Что. Будет. Я. Думаю. Конечно. Ничего. Не будет. Видимо. По крайней мере. Этот. Геймпад. Нет. Никакого. Эффекта. Ничего. Никакого. Подобного. Что ж. Не. Получилось. Значит. Либо. Другой. Какой. Геймпад. Нужно. Либо. Что-то. Не. Работает. Ладно. Ничего страшного. Возможно. Мы. Подключение. К телевизору. Протестируем. Тоже. Вот. Но. Посмотрим. Значит. Дальше. Какие. У нас. Есть. Консоль. А. Я. Опять. Запускаю. К сожалению. Случайно. Какие. У нас. Есть. Консоли. Значит. Джен. Есть. ГБЦ. ГБА. Это. Интересно. Давайте. Пройдемся. по. По. Консолям. Там. По. Одной. Игре. Посмотрим. Допустим. ГБЦ. Геймбой. Кало. Но. Это. Бэтмен. Какой-то. Здесь. Чисто. Одной. Игре. Запустим. Ну. Опять. Здесь. Да. Управление. Какое. А. Вот. Здесь. Удар. Возможно. Уже. Запускал. непонятно. Что происходит. Так. Ну. Работает. Я не знаю. Здесь. Вроде бы. Работает. Как-то. Ладно. Будем. Затягивать. Вот. ГБ. Геймбой. Затем. Один. Какой. Здесь. Я тоже. Настроил. Управление. Ну. Давай. Давай. Что. Произошло. Не знаю. Как-то. Вышло. Ну. Зависло. Подвисло. Ну. Или что. Старт. Так. Ну. Нет. Выходит. Не знаю. Что-то не работает. Ладно. Adventure Island. Какой-то. Не знаю. Почему. А. Кстати. Шипит. Очень. Очень. Шипит. Такой. Вот. Микрофон. Подношу. Особенно. Когда звук. Не на полную громкость. Какое-то. Шипение. Динамика. Слышится. Так. Вот. Эта игра. Запускается. Геймбой. Здесь. Здесь. Что. Непонятно. Ну. Работа. Опять же. Меню. Выглядит. Точно. Так же. Настройки. Все. Абсолютно. Точно. Такое. Выход. В меню. Окей. Так. Начинать. Аркадные. Автоматы. Здесь. Вот. Эти. Три. Штуки. Они. Вроде. Будут. более-менее. Нормально. Давайте. Арту. Файтинг. Хотел. Битамап. Бэтмен. Здесь. Бэтмен. Кстати. Посмотрим. Давайте. Посмотрим. Как. Невнятно. Нарисовано. По крайней мере. Плейстейшн. Один. Посмотрите. Что это такое. Какой-то. Просто. Какой-то. каша. Пиксельная. Каша. Да. Но. Не очень приятно. И. Как. Значит. Арты. Игр. Тоже. Очень. Некрасивые. Конечно. Давайте. Что-то. Так. Здесь. Нужны. Кредиты. Давайте. У нас. Здесь. Стик. Работает. Кнопки. По крайней мере. Здесь. Здесь. У нас. Работает. Ок. Давайте. Посмотрим. Значит. Мейм. Очень. Интересно. Что. У нас. Есть. Тоже. Мануал. Еще. Четыре. Страницы. Какие. Тут. Очень. Интересно. Метал слаг. Давайте. Попробуем. Так. Опять же. Нужны кредиты. Все. Кнопки. Работают. По производительности все работает нормально. Не могу сказать, что есть какие-то сильные просадки или что-то. Ок, по одной игре нам достаточно. Мы Нел Геоу тоже 9 на странице. Что он с King of Fighters? Давайте так вот. Достаточно интересно. Как-то что-то заляпанное. Даже не трогал. Опять же кредиты. Давайте. Да, да, да. Да. Не важно, что здесь. Какие бойцы. Просто видим производительность и все. Ну, старт. Я нажимаю. Что еще? Давай. Это файтинг. Лебиты мапчика. Файтинг. Но идет вроде бы. хорошо. Здесь надо знать какие-то приемы. опять же, да. Мы этого не знаем. Поэтому. Стритфайтер. Несамурай. Шоудаун. Запустим еще ради прикола. Шипение. Из динамики идет. Идет достаточно сильное шипение. Это минус, кстати. Кредиты. И нажимаем старт. А, ну это опять файтинг. Не битмап. Ну нет, файтинг я не хочу. Ладно, тогда не будем. Так, ну что ж. Теперь самое интересное. Это SEGA. Давайте SEGA как-нибудь ROAD DRESH запустим. Так. Можно зажать кнопку. Оно будет перематываться. Так. PST. Подождите. Тут ROAD DRESH был. Ага. Но сейчас его почему-то нет. Непонятно. Может быть здесь. Оно будет. Нет. Это я не там не нахожусь. Потому что мне нужно сюда. Так. Ну вот допустим ROAD DRESH 3. Тут мне казалось, что есть какая-то проблема по звуку. Возможно. Сейчас мы увидим. ПОЗИТ. А. Значит. Кнопки ABC расположены, естественно. Вот по звуку мне кажется есть какая-то пропуск. Каких-то участков песни. Мелодии. может быть так и есть я такого не замечал мне кажется какие-то сбои по звуку есть ну а давайте шестикнопочную посмотрим управление mortal kombat mortal kombat 3 ultimate тут возможно управление уже настроена все идет нормально кроме вот таких если там был какой-то сбой по звуку получится отцы вверх-вверх-вверх-вниз получил убираем кого-то неважно кого проверить управление что мы видим здесь значит c так блок да бег это все есть все шестикнопочная шестикнопочная и все идет все дать посмотрим как идет вроде все идет все идет нормально еще глянем ну окей посмотрим давайте переходим к snes потом гба и ps1 окей snes давайте посмотрим контур как идет где у нас ну что контур нет здесь зелен ворс здесь есть вот здесь пожалуйста отлично как она идет здесь это у нас snes тормозит или нет тормозит или нет тормозит по звуку вроде все хорошо да это дум посмотрим дом опять же не на ту кнопку вот опять приходит так искать давай дом ну дом я вам сразу скажу дом практически не играбельный ну видите сами слайд-шоу это страшно это не играли в тяжелую игра на snes даже не играли в и тут о чем здесь говорить какая здесь гба ну смотрим гба тогда уж что у нас здесь гба давайте тоже doom payback есть тут doom у нас дума у нас тут нету если payback так давайте посмотрим а вот у нас какая-то новая коллекция так вот где doom тоже нет да у нас а вот doom есть отличие давай забыл сказать консоль стоит пять тысяч там 4 800 примерно такие цены на яндекс маркете озоне но звук у нас что-то нету музыки на то есть у нас здесь косяк по звуку какой-то по производительности более-менее а вот сейчас какая-то началась ну в общем как то как он прыгает то какую в общем как это идет здесь как то идет будем считать что нормально это пацаны payback но он не идет перезапусти он не идет окей давайте еще что посмотрим нету спит давайте так так давайте начинается гонка так значит ничего не понятно куда я еду куда я заехал непонятно какое-то жуткое управление звук хриповатый здесь конечно но идет игрушка но это то что такое 3d не очень требуется в стиле драйвера видимо какого-то в общем окей закончились и у нас остается ps1 здесь можно посмотреть какие есть игры что у нас есть фифа на фифа посмотрим что у нас будет насколько это будет идти все так вот уже тормоза у нас тут по звуку стик работает ужасно по звуку у нас кошмар уже можно сказать что не играбельно здесь по крайней мере это игра на ps1 ждем загрузки посмотрим l2 r2 значит финт работает финт работает ускорение работает эти кнопки эти кнопки работают тормоза в игре присутствуют по звуку и так далее это и и и куда же ты давишь паса ну погнал это гол хорошо с этой игрой понятно более менее играбельно но хокс офф вар у нас костыльвани квейк знаете какой-то очень шипит динамик то есть это вообще неприятная ситуация динамик реально шипит пасмурным квейк 2 на скоке гайц начало игры смотрим управляем стиком я ничего не вижу потому что я смотрю вообще с угла под углом сейчас не понимаю даже куда идти вверх вниз работает плавно смена оружия прыжок ну стик вперед-назад вроде работает стрейф нормально играть можно играбельно по звуку тоже проблем не давать вам последнюю игру здесь не знаю какие-то гонки может тест драйв и потом сделаем выводы по данной консоли как же долго ну что начинается перед гонкой идет хорошо ну как бы не слишком плавно скажем так торбан здесь значит у нас томат на треугольник что куда ехать спада на треугольнице не очень-то и удобно торрент должен быть рядом странное решение в общем играется и все более-менее что давайте к результату тогда по этой консоли что можно сказать своих денег 5 тысяч рублей консоль не может стоить более-менее нормальный экран но не очень яркий это максимальная его яркость ну это вообще не очень по громкость консоли есть но динамик когда начинается игра начинает шипеть то есть это достаточно слышно геймпады подключить не удалось может быть связано с моим геймпадом но на компьютере он работает с проводом вот ну вот то есть по интерфейсу ужасный интерфейс да картинки игр мы здесь еще нормальная да но например смотрим где-то здесь у нас на картинке здесь это нормально где-то были ужасные в моем что допустим в моем да какие-то отвратительные картинки страны это ладно не самое главное да когда мы делаем блокировку у нас игра не тормозится да продолжает звук то есть продолжается игра это безумие на мой взгляд этого не может быть вот стик просто повторяю диппэд к тому же ну не знаю да можно использовать где-то удобно там в ps1 так далее это нормально что стик есть в принципе это плюс но тут нет например PSP да где было бы отдельно крестика отдельно стик вот здесь нет второго стика но принц для для ps1 второй стик обычно никогда не использовался очень редко я помню не так много например roadrash jailbreak там где правым стиком газуешь вверх вниз вот кнопки хорошие крестик хорошие эти кнопки нормальные эти обычные ничего нельзя сказать но производительность по весу достаточно тяжелый не сказать что слишком тяжелый консоль вот и соответственно по настройкам настройки мало для каждой игры насколько я понимаю но опять давайте чтобы не быть голословым вот NES вот возьмем какую-то игру которую я точно не запускал здесь чпдл ну чпдл первый я точно не запускал посмотрим какая здесь будет настройки чтобы не ошибиться то есть здесь здесь правильно а вот здесь опять же неправильно то есть я ведь в других играх я настраивал да это turbo ну вы видели то есть B это X X это Y Y это B вот сейчас нажать save только возврат в игру и только теперь все равно да вот сейчас правильно раз раз да ну в общем как-то не сохраняется на все игры я не могу понять это управление то есть что-то с ним не то по производительности игр NES GBGB GBC естественно MAME все аркады производительность хорошая единственная проблема это то что нельзя выбрать соотношение сторон экрана вот то есть мне не нравится растянутая вот по производительность SEGA ну вроде бы хорошая но по звуку мне кажется был какой-то косяк производительность NES как всегда неудовлетворительная ну это косяк производительность ГБА неудовлетворительная только простые игры SNES ГБА только простые игры PS1 вроде бы ну более-менее опять же мы видели FIFA что там все тормозит в меню соответственно такого быть не должно поэтому за этот скудный набор эмуляторов и такую производительность конечно нельзя порекомендовать за такую цену эту консоль плюс что геймпады не удалось подключить ну давайте посмотрим удастся ли подключить к телевизору вот такое бонусное небольшое видео ну что ж подключил консоль по hdmi экран у нее выключается и соответственно видим мы следующее на экране телевизора значит вот такое качество это у нас получается сведения 1280 на 720 ну качество не очень конечно хорошее но это ладно ну допустим запускаем что-то звук идет из естественно телевизора ну что это ну давай играется опять же широко на телевизоре это можно сделать как раз таки любое ну играется не знаю что еще здесь сказать играется ну а как иначе это функция работает нормально вот но за 5000 4000 конечно такой консоль очень много я считаю смотрите следующее видео где будет обзор анберника но новой консоли 35xx rg 35xx h вот эта консоль стоит своих денег хоть она чуть подороже но она значительно лучше спасибо большое за внимание до свидания